всех приветствую опять с вами полина и поговорим сегодня о том что делать с фиалочкой когда она отцветает у новичков очень часто возникают такие вопросы что делать стоит ли обрывать цветонос ждать пока она цветет и имеет ли это смысл ну вот я хочу показать вот эту свою фиалку которая цветает вот я только что показала вам какой там листик у нее остался вернее какой он стал за цветение фиалочка тратит очень много энергии вся ее сила уходит в цветение поэтому на розеточку на листике уже не остается сил у нее вот но вот этот бутончик а еще не раскрылся но фиалка уже в таком состоянии что ждать этого не имеет смысла и поэтому надо удалить все цветоносы и посмотреть что сделать с розеточкой чтобы она к следующему цветению уже нарастила листву восстановила свои силы и была симметричной что для меня например очень важно ну вот я принимаюсь за работу я смотрю на нее со всех сторон и все-таки я убеждаю что цветоносы надо убирать вот и это я и делаю и делать это нужно как говорится без трепета потому что ничего плохого фиалочки вы не делаете вы ей только помогаете она уже и так устала от цветения разные сорта бывают вот еще видите какой листочек а вот его тоже надо удалить когда она только начала цвести он не был такой потому что я бы его давно удалила вот и пенечек надо удалить тоже остался вот и вот этим своим инструментом как я его называю я очищу стволик от этого от кусочка вот и еще один цветонос остался вот так осталось теперь надо посмотреть чтобы удалить все листочки которые в принципе надо было удалить раньше но я этого не сделала чтобы дать ей красиво процвести вот этот точно надо удалять что я и сделаю сейчас вот так да вот так раз и все вот и еще что вот этот листочек тоже мы сейчас что я сейчас делаю я сейчас удаляю старый и уже ненужные листочки над которыми никогда не будет уже цветоносов во первых во вторых я хочу превратить розеточку в очень симметричные вот вы видите у нее 333 листочка растут вот этот который удалил он был с механическим повреждением этот справа желтый вот поэтому они нам не нужны и вот какая получилась розеточка красивая вот эти вот первые три самых нижних уже доросли до своего размера следующие три они подрастут и закроют промежутки между теми листочками потом еще три самых маленьких растут вот и эта розеточка была пересажена не так давно поэтому ее не надо пересаживать просто вот добавить земли если нужно и вот она такая получилась ровненькая и красивая сорт масс принц проги она очень красиво цвела но посмотрите какая она сейчас она совершенно выцвела и никакой красоты уже в ней нет вот один цветочек только сохранил там какой-то цвет на пару лепест на паре лепесточков в этом случае никакого смысла нет сохранять и чтобы она тратила свои силы на вот эти вот уже отцветшие цветочки поэтому их нужно удалить обязательно и тоже привести розеточку в порядок вот видите там маленький листочек под большим и вот еще один маленький это все кандидаты на удаление и этот видите большой сверху а маленький снизу что неправильно такого не должно быть и фиалочек поэтому я сейчас буду удалять цветоносы и потом посмотрю какие листочки нужно точно удалить а какие можно оставить чтобы сделать ее симметричной ну вот начну и опять же я говорю делайте это пожалуйста без трепета без сожалений потому что вы не вредите фиалочки вы только помогаете вот еще один остался вот так вот видите он совершенно белый просто никакого никакой красоты уже в нем нет так теперь какие листочки надо удалить сейчас вот этот точно он самый маленький это тоже обычно когда я удаляю листочки удаляю целым рядом то есть три первый ряд 3 2 ряд если нужно этот я наверное оставлю пока не знаю сейчас я посмотрю ну вот этот точно надо удалить так и вот этот видите он маленький он желтый нехороший то есть его сохранять с ними никакого смысла вот видите центр уже растет с пестролистностью а эти все листья они наверное надо удалить они не у них нет сортовой пестролистности ярко выраженной может быть было жарко может быть да я вот все наверное хватит было жарко или землю я недостаточно ей было питание не знаю я буду за ней следить а вот там еще видите влезет цветонос но его надо обязательно удалить тоже потому что никакого смысла нет и пенечек там остался надо все остаточки удалить чтобы не загнили вот так вот и оттуда ну да вот и я бы еще один удалила конечно вот слева которой листочек вот вот этот вот я бы его удалила но я пока его оставлю всегда можно удалить а вот приделать уже нельзя вот вот такая вот получилась розеточка да надо все таки наверное будет удалить этот со временем но пока она выглядит совсем неплохо она была пересажена не так давно поэтому я просто добавлю земли немножечко сверху видите там образовалась не то чтобы шейка но что-то там торчит над землей и это не ну не хорошо лучше добавить земли и фиалочка выпустит новые корешки что ей очень поможет в наращивании листвы я очень люблю когда розеточка такая жирненькая с хорошей листвой и тогда она и цветет хорошо вот такая вот у меня получилась фиалочка это ян каприз он выпустил только пару цветоносов с цветочком на каждом и это конечно не то что я хочу видеть но он выпустил это после покупки я купила его вот уже таким большим вот процветан по сорту я в этом убедилась теперь можно заниматься уходом обработкой вот и я обязательно их удалить цветоносы удалю и дам розетки набрать силы для следующего цветения и конечно она мне будет стоять как всегда на фитиле и с подкорбкой обязательно вот цветочек хороший бронзовая каемочка то что нужно но я совершенно не удовлетворена розеткой вы видите лист старый я не знаю как хозяйка когда хозяйка последний раз удаляла старые листья вот но я не травмировала розеточку когда только купила вот а этот вы видите вообще с повреждением с механическим вот новые листики уже растут хорошие в центре это уже выросли у меня поэтому я опять же говорю без сожаления пожалуйста удаляйте такие листочки вы ничего плохого розеточки не делаете фиалки это только на пользу пойдет вот и этот конечно уходит это сто процентов уходит так сейчас я посмотрю что еще можно удалить а что не надо удалять вот этот вот можно было бы конечно удалить нет вот эти остаются этот я бы конечно хотела удалить но я все-таки его оставлю все таки каждый листочек выполняет свою задачу он какую-то пользу приносит поэтому вот я его оставлю и она будет наращивать свою листву но ее нужно будет пересадить все таки потому что розетка уже крупная и у нее шейка толстенькая это не подросток как говорится так что ей нужна пересадка а это фотографии цветения в начале этих фиалочек которые вам показала это эй аи кенди потом идет масс принц фроги а последнее это ян каприз надеюсь вам было интересно и полезно узнать то что я вам рассказала и теперь у вас не будет проблем что делать с фиалочка когда она начинает отцветать это и меня мучила когда я только начинала заниматься фиалками что было десять лет назад так что поверьте моему опыту все что я вам сегодня рассказала имеет под собой основу и это из моего опыта как всегда я ни на чем не настаиваю а просто делюсь с вами своим опытом и знаниями всего хорошего пышного цветения вашим фиалочкам и не расстраивайтесь когда приходится удалять цветоносы и листочки ничего плохого опять же я говорю вы не делайте своим фиалочкам заходите ко мне подписывайтесь и пожалуйста не забудьте поставить лайки они очень старались и я тоже пока пока